skype переключаться надо это плохо я буду видеть либо экран 0 зрителей так друзья добрый день семьи хорошо у меня слышно хорошо ли меня видно одну минутку через через буквально через минутку начинаем прошу 30 секунд терпения и через минуту прям стартуем хорошо друзья я думаю кто кто присоединился начнем трансляцию еще раз всем добрый день мне зовут александр я руковожу организации china campus это объединение вузов китая которая представлена на территории нескольких стран в том числе и российской федерации сегодня я попробую ответить на вопросы относительно образования в китае у нас есть несколько тем это тема почему вообще стоит рассматривать обучение в китае что представляете китайские вузы можно ли поступить вне сет без знаний китайского языка как это сделать какая стоимость обучения проживания в и какие карьерные возможности открывает образование в китае вот по ходу мне будут помогать собирать вопросы я буду также отвечать на вопросы которые будут поступать ну первое я поставлю сейчас презентацию чтобы легче было воспринимать информацию ну во первых кто мы еще раз так три секундочки презентацию сейчас мы покажем экран поделимся экраном поделимся экраном так ну вот консорциум из вузов которых состоит я дальше чуть подробнее расскажу о вузах многие из этих вузов на самом деле являются лидеры отраслевых рейтингов ходят мировые рейтинги и куэс и шанхайский рейтинг ток 500 и другие мировые рейтинги вот как я уже сказал чайный кампус представлен на территории разных стран и готовит к поступлению ведущей вуза зачисляет и сопровождает на протяжении всего времени обучения ну почему китай пару слов скажу об образовании понятно что это качество образования или может быть непонятно может быть не все знают сейчас китай находится на пятьдесят четвертом месте по ой прошу прощения на втором месте по количеству лучших вузов в мире 54 вуза входит тут 500 перспективы трудоустройства ну давайте сейчас тезисами пройду а потом мы там о каждом пункте поговорим чуть подробнее перспективы трудоустройства новые впечатления высокие стандарты безопасности этой информации я думаю что будет интересно и полезно родителям потому что есть заблуждение или иногда непонимание что в китае не безопасно китай очень безопасная страна если даже посмотреть на рейтинге которые квалифицируют все ситуации небезопасные которые возникают странах китай находится там на 26 месте что что из ну представляете какое количество стран в мире даже достаточно высокий уровень ну и вот я сколько раз был со студентами общался все отзываются очень очень позитивно и ночью можно гулять по китаю на самом деле это так вот ну и плюс если говорить о проживании в кампусах об этом тоже подробнее чуть дальше расскажу вот но и доступная стоимость об этом тоже чуть чуть дальше но первое почему стоит обучаться в китае почему это перспективно вы наверное знаете следите за тем что происходит с китайской экономикой как она растет как китай сотрудничает со всеми странами в том числе активно развиваются отношения с нашими странами с нашей страной например вот если говорить о последних событиях то за последние полтора года прошло большое количество форумов большое количество мероприятий совместных подписано соглашение намерениях подписаны и реальные соглашения о создании об инвестициях о покупке части компаний и вот скорость которой китай сейчас покупает приобретает или входит в капиталы компаний других достаточно высокая и очевидно что вот скоростью с которой распространяется ну можно наверное сказать своими словами действительно влияние китая можно сделать прогноз относительно того как растет спрос на специалистов сознанием китайского языка и с пониманием менталитета китая и очевидно что вот ближайшие 5-10 лет понимание китайской языка и понимание менталитета китайцев будет являться преимуществом для поиска работы или для создания бизнеса если работа с китай вот если говорить об образовании этого касался в начале встречи вот здесь на экране можете увидеть ряд фактов относительно образования в китае второе место в мире по количеству лучших вузов сейчас уже и на самом деле вот в этом году 54 вуза вошло в топ 500 прошлом году 45 вузов вошло в топ 500 то есть продолжает развитие стремительно китай для самих китайцев к слову говоря конкурс на место достаточно большой да и это 200-300 человек на место вот иностранных студентов пока принимают с большим удовольствием и конечно иностранным студентам намного легче поступить час в вузы в которых китайские вузы когда в которые китайцам поступить достаточно сложно вот ну и плюс есть много других оценок рейтингов и в каждом из них фигурирует китай там в том или ином виде но что очевидно уже сегодня уже нет сомнения что образование которое можно получить в поднебесной может быть очень достойным и очень высокого качества но кстати говоря хочу уберечь всех это касается там не естественно касается не всех вузов потому что в китае на сегодняшний день порядка 800 вузов которые состоянии принимать иностранных студентов и добрые наверное 500 вузов я бы не рекомендовал рассматривать обучение даже несмотря на то что она дает ликотные условия гранты дает поскольку зачастую это скажем так тренировка да на иностранных студентов стоит рассматривать вузы с опытом работы с иностранными студентами где уже учатся иностранные студенты и смотреть какое место занимает по вашей по вашему направлению этот вуз и какая у нее история может быть даже пообщаться со студентами которые там учатся ну как пример университетов коллеги если можно друзья если можно я буду блоками возвращаться к вопросам чтобы не перескакивать у меня просто на экране сейчас презентация и я буду потом переходить блок вопросов и возвращаться к презентации обязательно отвечу на все вопросы не 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 пропущу но насколько это будет возможно ни один вопрос хочу привести пару примеров что просто было понимание что это за вузы да например вот там пекинский институт иностранных языков единственной мире где изучает 67 языков этот университет как написано на слайде мне готов колыбель колыбелью дипломатов называют потому что огромное количество известных выпускников послов советников то заканчивал этот вуз шанхайский транспортный университет если переводе на русский язык тоже занимает входит в различные рейтинги номер один по клинической медицине в китае по биоинженерии промышленной инженерии по государственному управлению номер три номер пять по физике номер семь по энергетике входит в проекты известные китайские девятьсот восемьдесят пять и двести одиннадцать там где отбираются лучшие вузы и государства инвестируют деньги на эти вузы входят также в лигу c9 c9 это если вы знаете наподобие там лиги плюща штатах то есть это девять вузов лучших вузов китая этот вуз также входит вот вообще это ведущий научные устремляции и комплексный университет вот он достаточно старый в 1896 году основан вот в этот университет входит в число трех лучших китайских вузов также по количеству патентов на очень много патентов на изобретение но в общем если не останавливаться подробно можно сказать что очень сильное транспортное направление в этом вузе это ведущий научно и исследовательский комплексный университет ну и к еще один известный университет который тоже входит в объединение вузов это университет фудань я думаю что о нем даже рассказывать наверно много не нужно это один из самых престижных старейших университетов китая и за последние сто лет университет внес на самом деле выдающийся вклад в страну в инновации в науку техники он номер один по медицинским наукам второй по клинической медицине в китае славится также по математике по биоинженерии вот но на самом деле вуз многопрофильный и здесь много специальности по которым вуз входят в те или иные рейтинги он тоже входит в лигу c9 и имеет 43 позицию мировом рейтинге вот кстати говоря что из себя представляют вуза китая для тех кто не знаком с вузами китая вообще не был не видел их могу сказать что все вузы объединения это достаточно большие по территории вузы которые представляют из себя такой студенческий городок где учатся там от 25 до 40 тысяч студентов включает различные кампусы как правило с десяток столовых стадионы парки часто свои озера огромные библиотеки и имеют все там исследовательские лаборатории для того чтобы студент мог не только комфортно учиться но и перемещаться отдыхать заниматься спортом посещать творческие кружки и секции в общем такой город город в городе давайте сделаем так я сейчас прервусь на секунду посмотрю вопросы мы сегодня выбрали такой способ вебинара который не позволяет мне одновременно видеть и вопросы и хотелось бы зачем отличается предвузовская подготовка от языкового года про магистратуру информация прохождение практики студентам оплачивать надо или дополнительно насчет медицины и я понял вопросы хорошо давайте тогда сразу про предвузовскую про предвузовскую подготовку сейчас пару слов скажу о специальностях знаете мы стараемся формулировать и помогать студентам строить карьерный план и вот в одном из таких исследований анализа зачем стоит ехать в китай мы выделили ряд специальности которые сейчас можно увидеть на слайде это скажем так специальности которые по нашему по нашей оценке изучению материалов имеют существенные перспективы и как бы рекомендованы нами что здесь со специальности но маркетинг маркетинг понятно сейчас в общем то все компании переходят от традиционных продаж к маркетингу к онлайн-маркетингу и эти специальности будут будут востребованы в будущем и коммерц здесь речь идет об интернет торговле в этом смысле китай может научить многому потому что крупнейший интернет компания например алибаба находится в китае вот совсем недавно кстати говоря заявили о намерениях совместное предприятие создать сбербанк с алибабой но в общем на самом деле очевидно что в ближайшей перспективе интернет торговля будет развиваться все что касается бизнеса и все что касается проектного менеджмента менеджмента китайский способ ведения бизнеса сейчас не только вызывает интерес но и в общем показывает на практике результативность свою и в этом смысле тоже имеет смысл за этими специальности ехать туда ну международная торговля понятно логистика понятно компьютерные компьютерные технологии все что касается программирования очевидно я думаю не требует комментариев почему это перспективно ну и дальше вот по списку я не буду наверное детально останавливаться на каждой специальности можете посмотреть как-то для себя отметить возможно что-то из этого вы рассматриваете и на наш взгляд все эти специальности перспективны гражданское строительство архитектуры без которого не обойтись и бизнес китайский причем по по всем специальностям которые здесь представлены есть профильные вузы которые являются лидерами по обучению по этим направлениям про гранты про деньги про стоимости затраты знаете чтобы не быть голословным у нас раньше был слайд где мы сравнивали стоимость обучения в разных странах мы решили сделать небольшую аналитику взяли ведущие вузы мировые и сравнили по стоимости обучения вот здесь уже для удобства переведены на рубли стоимость обучения так например есть университет джидянский университет он тринадцатый мировом рейтинге по химической инженерии одной из перспективных специальностей направлений и вот рядом можно видеть университеты из других стран которые рейтингом ниже наверху можно видеть рейтинг и стоимость обучения в год в рублях как отличается стоимость в этих странах и также еще один вуз еще одна специальность которая сравнена компьютерные технологии харбинский институт технологий он девятый в мире по компьютерным технологиям по направлению 202 тысячи рублей стоит обучение в этом университете по этой специальности вот тогда как вот университеты рейтингом ниже опять же в других странах начинается от двух миллионов вот такая сумасшедшая разница и при том что это не выдуманные экспертные рейтинги экспертной позиции которые можно посмотреть почитать об этом и об этих университетах в том числе конечно а теперь немножко про предмогутскую подготовку в общем что как можно поступить можно ли поступить университет без знаний китайского языка да можно для этого объединение утвердила специальную программу придутской подготовки я сейчас отвечу на вопрос чем она отличается от языкового года вот здесь на экране детальная информация чем отличается предмогутская подготовка ну во первых просто больше часов то есть первое первый пункт большее количество часов изучения порядка тысячи восьмидесяти часов как правило таких языковых годов нет все языковые года заканчиваются на 50 часов то есть это более длительный курс для тех кто поступает в этом году организован даже бесплатный лагерь с 15 июля стартует то есть будет еще пред 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 предвузовская подготовка скажем так она будет совершенно бесплатно и проживание и обучение вот но об этом информацию об этом я можно будет получить у специалистов наших поможет проконсультировать вот соответственно второе ключевое отличие это то что мы проходим не только китайский язык но и академический китайский язык и предметный китайский язык что очень важно то есть на определенном этапе мы выбираем выбираете направление то есть зависимости от того на какую специальность вы будете поступать есть направление подготовки например направление бизнеса которая включает там специальности связанные с менеджментом с электронной коммерцией управлением бизнес администрирование маркетинг логистика это одно направление там будет изучение определенных предметов на китайском терминологии на китайском потому что заканчивая просто языковой год очень сложно изучать китайский язык что очень сложно на бакалавриате учиться иногда непонятно терминология вот плюс к этому есть небольшая разница в курсах заканчивая школу нашу российскую и заканчивая китайскую школу и как бы предводская подготовка является таким мостиком который позволяет соединить знания полученные в россии с с обучением в китае итак одно из направлений это бизнес придутся подготовки другие направления наука инженерии есть направление языки литература и каждое из направлений соответствует определенному списку специальности на бакалавриате поэтому второй пункт это академический китайский предметный китайский значит третий пункт поскольку эта программа утверждена объединением вузов это специальная программа она после этой программы вы можете без дополнительных вступительных экзаменов сдав только экзамены по предвузской подготовки поступить в любой из 304 узов ну в зависимости от успеваемости вот и сразу отвечу на вопросы по грантам 14 вузов из этих 34 согласовали программу грантов для студентов ccn и эта программа на сегодня включает себя порядка 537 грантов на три страны на россию таиланд и индонезию вот соответственно конкурс на место порядка ну в среднем порядка трех человек это разные гранты зависят они получение этого гранта зависит от успеваемости но могу сказать так шансы очень высоки уверенно могу сказать потому что мы встречались с вузами они настроены у нас есть а мы обсуждали эти программы грантов и фактически от успеваемости семидесяти пяти восьмидесяти процентов можно претендовать на грант здесь зависит от вуза понятно что чем выше уровень вуза тем больше требования по успеваемости да чем чем он ниже тем тем меньше требования по успеваемости по этой программе как я говорил результаты экзаменов на афп то есть на предвузской подготовки идут зачет экзаменов вузы и что еще до программа учитывает программа создана непосредственно под российских студентов то есть она не общая для всех она специально под российские группы ребят плюс вы получите навык учить язык и предмет на китайском языке включена также культурная адаптация что имеется ввиду знаете когда приезжаете на самом деле у всех случается культурный шок особенно тех кто не был никогда в китае и не представляет как как происходит обучение культурная адаптация включает много вопросов касающихся там что принято что не принято в этом как пользоваться библиотекой как пользоваться можно опаздывать нельзя опаздывать на занятия как процесс организован там и так далее и у вас за время предвузской подготовки появляется понимание как учиться на бакалавриате на магистратуре если поступать на магистратуру что очень важно поскольку скажем так ментальность и подход сильно отличается кроме того решение вопросов помимо офиса по работе с международными студентами которые есть при каждом вузе да еще есть офис объединения чай на кампус который вы также можете обращаться вот ну и плюс я этого коснусь чуть дальше студенты чай на кампус имеют возможность пользоваться приложением вот у нас есть такое приложение чай на кампус сейчас она в течение февраля месяца уже будет переведено на русский язык и по приезду в китай она будет трансформироваться другое приложение который будет включать календарь мероприятий который будет проходить китае и помогать также адаптироваться внутри по университет кита оказывая различные сервисы кстати для родителей информации если родители присутствуют то можно будет смотреть даже успеваемость студента в это же приложение у нас будут зашиты информация по стажировкам которые предлагаются там от различных компаний сейчас в процессе переговоров с разными компаниями компания от откликаются уже на то чтобы студентам давать возможность стажироваться у себя это выгодно для компании это выгодно для студентов студент моменту окончания уже получать какой-то опыт взаимодействия с компанией опыт опыт работы и чай на кампус также занимается организации связи с потенциальными работодателями из тех блоков которые сейчас я перейду к блоку вопросов смотрю что мне мои коллеги прислали и на какие вопросы я дал ответ на какие нет будет ли какая-то информация про магистратуру на самом деле все что я рассказывал касается как бакалавриата так и магистратуры есть предуская подготовка есть для бакалавриата есть для магистратуры также можно поступать на магистратуру если есть слушатели у кого есть 4 5 чистки кто уверен на своих знаниях свободный китайский может учиться или же хочет поступать на английское отделение то мы также можем помочь поступить университет поэтому в этом смысле тоже можно поступать на магистратуру прохождение практики студентам оплачивать надо дополнительно или нет входит в курс обучения вообще ничего оплачивать не надо мы в принципе не берем денег кроме денег за непосредственно обучение поскольку это объединение вузов представляем интересы вузов а то оплачивать нужно только обучение нужно ли если нужно немножко коснуться вообще стоимости обучения нужно коснуться стоимости проживания питания и так далее скажите я об этом остановлюсь на этом и чуть подробнее расскажу. Могу ли я поступить на магистратуру, если в России заканчиваю специалитет? Да, конечно, можете. Диплома специалитета достаточно. Между Россией и Китаем подписано соглашение о взаимопринятии дипломов, поэтому без проблем. Точно так же, как спрашивают китайские дипломы в университетах Китая котируются по миру, вы можете также, этот диплом может быть принят в любой развитой стране мира. Есть соглашение, 50 стран, по-моему, входит, которые подписаны о взаимопринятии диплома, и там, естественно, Китай есть. Грантовые программы пока что есть двух в университетах. В каких городах еще по институту лично программы? Грантовые программы уже есть не в 2, а в 14 вузов. Я так понимаю, это вопрос, скорее всего, от студента, кто уже поступил по нашей программе на предыдущую подготовку. Давайте я выведу сейчас себя, наверное, на экран и буду зачитывать. Так, и буду зачитывать вопросы вслух. Возвращаясь к вопросу. 14 университетов есть, можно в 14 университетов поступить на условиях гранта, но все зависит, на самом деле, от вас, от вашей успеваемости. Возможностей очень много, и эти возможности будут доступны студентам China Campus. Расскажите по университету Дзянсу. Ну, я, с вашего позволения, не буду на конкретном университете останавливаться, потому что это будет, наверное, может быть, неинтересно всем участникам. Но можете оставить контакты. Я попрошу моих коллег связаться и подробно рассказать про этот университет. Ну, или, в принципе, можете ставить заявку. Вас проконсультируют, отправят всю информацию по общежитию, по поступлению, про достижение университета. Я сам в этом университете был. Очень достойный, красивый университет. И были в лабораториях исследовательских. Университет лидирует там по направлению сельского хозяйства, и не только в Китае. Очень современный достаточно университет. Единственное, что регион, конечно, это не столица. И в этом смысле спокойнее можно заниматься. Не удержался, все-таки чуть-чуть рассказал. Стоит ли начинать учить китайский язык в каких-то приложениях или в виде уроках дома в России? Вообще, конечно, обучение китайскому языку в России даст вам преимущество, но надо понимать, что скорость изучения в России и скорость изучения в Китае, наверное, мысль очевидная, но тем не менее, она сильно отличается. И в Китае вы намного с погружением, конечно, в разы быстрее будете изучать. Стоит ли учить? Ну, дистанционно скорее нет, чем, да? Если есть возможность уделить этому, например, летние месяца, там, на каникулах, на два месяца поехать, я рекомендую. Вот, если есть возможность стабильно, постоянно заниматься и выходить на какой-то уровень, через кей, второй, третий, то, почему бы и нет, это повысит ваши возможности и скорость усваивания. Тем более, для тех ребят, кто... Вот у нас программа предвузская, она создана таким образом, что есть три, три, скажем так, ну, этапа, да? Есть курс А, Б и С в зависимости от вашего уровня. То есть, курс А предполагает нулевой уровень, когда мы берем ребят вообще без знаний китайского. Есть уровень с знанием китайского на уровне HSK 2.3. HSK это экзамен на знание китайского языка для иностранцев. Вот. И, соответственно, ребята, кто сдал на четвертый HSK, кому необходима только предметная подготовка, и у них есть хорошее знание китайского языка. Так, пойдем дальше к вопросам. Когда обращаться для подготовки документов на подачу заявки на грант? В сентябре 11 класса? Говорят, я хочу обратить внимание, сейчас просто в интернете, да и вообще везде пестрят сообщения о грантах. Нам об этом приходится информировать, потому что так многие обращают внимание, но вы должны понимать, значит, вы подаете заявление не на грант, вы подаете заявление на поступление на программу предвузской подготовки, если, говорит, ребята, кто не знает китайский язык. После этого вам, вы знаете условия грантов, поступая уже, и вам доступна эта программа, вы участвуете в конкурсе по грантам. Вот. Но вероятность его получения, я повторюсь, очень высокая, потому что грантов выделено большое количество, и некоторые вузы даже без ограничений, в зависимости от вашей успеваемости, там 3, по-моему, вузы не имеют ограничения, ограничения только успеваемость студента, то есть готовы принимать с высокой успеваемостью. Единственное, чтобы мы приняли на предвузскую подготовку вас, вас успеваемость должна быть выше 80%, потому что ниже 80% мы не принимаем, то есть средний балл должен быть выше 4%. Принято решение учиться в Китае, как внести первый взнос, через какие банки, какой валютой. Так, не совсем понимаю вопрос, если речь о программе предвузской подготовки, то сначала вы должны получить приглашение, то есть вы должны заполнить application form, мы просим студентов написать мотивационное письмо, после этого, когда мы даем одобрение, вы получаете приглашение, мы предлагаем внести депозит, там, как правило, в размере, там, сейчас точно не скажу, там, 30-25% от стоимости обучения. Вот, понятно, чтобы вуз, раз он сделал, раз мы выдали приглашение, вы понимали, что вы приедете, а не собираете там приглашение. Вот, но первое, что вам нужно сделать, это дождаться приглашения, от университета, и после того, как вы получите приглашение, вносить первый взнос. Есть ли смысл учиться на гостиничном теле и туризм в Китае? Есть смысл, туризм растет, и вот недавно встречались с коллегами из туристического бизнеса, в общем, как бы глобализация продолжается, и понятно, что ее уже не остановить, поэтому новый взгляд есть. Сын учиться на языковых курсах, договоры заключения, языковой год. Спасибо вам за работу. Какой вуз сможем рассматривать для продолжения обучения? Вы можете рассматривать любой из 34 вузов. Детальнее предлагаю на нашем сайте chainacampus.ru или на одном из наших ресурсов. Я в конце покажу еще раз наши ресурсы. Можете позвонить нам, и мы вас детальнее проконсультируем. Так, в рейтинге востребованных специальностей увидел межурное право. Насколько реально изучать на китайском правоведении, каковы затем перспективы трудоустройства? Ну, вы знаете, если честно, то специалистов по китайскому праву на рынке сейчас нет. Конечно, если сейчас открыть Headhunter и поискать, какое количество людей ищут специалистов по китайскому праву, наверное, мы не найдем таких локализов. Но я думаю, что это не потому, что нет спроса, а потому, что ты понимаешь, что таких специалистов нет. Но с учетом развития взаимоотношений с Китаем, вот не знаю, рассказывал, нет, буквально недавно, опять же, прошла встреча глав правительств Китая и России в Санкт-Петербурге. И обсуждены и подписаны порядка 60 соглашений, если я не ошибаюсь. вот естественно, ну, мое субъективное мнение, это, конечно, узкая специализация, но в то же время это очень редкая специальность и предложение понимания китайского права, я думаю, что будет востребовано через 5-10 лет, да, если на такую перспективу говорится. Мы же говорим не о том, что вот сегодня, а о том, что завтра. Интересно узнать о проживании и питании. Ну, пару слов о проживании и питании. Китайские, наши студенты, как и все иностранные студенты, учатся, живут в специальных общежитиях для иностранцев, они с точки зрения комфорта в разы лучше, чем общежития для китайских студентов, с точки зрения вообще комфорта. Это зависит от региона к региону. Конечно, это не фешенебельные гостиницы, но условия проживания достойные. Здесь надо конкретно смотреть вуз, нельзя сказать одинаково, потому что, например, в Шанхае нет центрального отопления, в Пекине оно есть, поэтому в Шанхае может быть даже холодно, это может быть престижный вуз, может быть потрясающий преподательский состав, сумасшедшие лаборатории, по вашей специальности лидером может быть, но вместе с тем там может быть холодно в общежитии, такое случается. С точки зрения стоимости, греется общежитие, в таких общежитиях, как правило, есть кондиционер, чем еще отличаются общежития, отличаются тем, что да, глобально ничем на самом деле не отличаются, глобально ничем, по стоимости, по стоимости зависит от того, какой это город. Вот можно выделить крупные города-мегаполисы Шанхай и Пекин, там традиционно жизнь дороже, если говорить о питании, то я думаю, что питание и бытовых расходов нужно закладывать в среднем 30 тысяч рублей в месяц. Если говорить о региональных городах, то порядка наверное 15 тысяч в месяц, ну я говорю с таким небольшим запасом, в общем-то нормально питаться, в столовых иногда выходить. Это касается питания. Что касается проживания, то если говорить о программе предвузской подготовки, первый год, Пекин, Шанхай порядка 14 тысяч юаней, это 140 тысяч рублей, если там грубо, но на самом деле меньше сейчас курс там меньше 9, то есть там даже меньше, ну вот если округлять в большую сторону, то 140 тысяч, если регионы, то 6-9 тысяч, то это примерно 60-90 тысяч рублей в год. Если говорить о программе предвузской подготовки, то сегодняшние программы, которые утверждены у нас в комплексе вместе с всей программой подготовки и проживания в регионах это порядка 290 тысяч рублей, в столицах порядка 450 тысяч рублей, обучение плюс проживание. Ну про питание я уже сказал, в общем-то других расходов нет. Ну расходы по приезду есть, ну там примерно 30 тысяч рублей на медицинскую страховку, в страховку, учебники, на белье и так далее. То есть такие разовые расходы. ответил на вопрос про цены на обучение и проживание. Да, если говорить на обучение вообще на специальностях, оно отличается в разных университетах. Диапазон от 20, ну от 15 тысяч юаней до 50 тысяч юаней, то есть достаточно большой разброс, то есть от 150 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Вот, но если большинство попадает в диапазон 25 тысяч юаней, 30 тысяч юаней, то есть 250 тысяч рублей, я думаю, это та стоимость, если без грантов говорить, да, вот, если говорить по грантам, ну, соответственно, убирает стоимость обучения, остается стоимость проживания, а если вы закончили с успеваемостью выше там 90 процентов, 95 процентов, то можете претендовать и на бесплатное проживание в том числе. Так, скажите, тут вопросы про языковой год и предусловскую подготовку, снял ли я этот вопрос, следует ли повторяться? Сколько вузов специализируются по журнему праву? Порядка трех-четырех вузов есть, у которых есть сильное международное право. Есть ли программы по грантам на английском языке? Нет, на английском языке нет, только на китайском языке. Понятно, что стимулируют правительство Китая и китайские университеты изучать китайский язык, поэтому выделяют гранты только на китайский язык. Можно выстроить в логику. Я закончил 11 класс в России, дальше какой план действия и обучения? Вы закончили 11 класс, вы сообщаете нам, что вы есть, вы говорите, мы с вами обсуждаем, какой предмет, направление вам интересно, в соответствии с этим направлением определяем для вас направление подготовки, на которое вас надо зачислить, проверяем ваш аттестат, если успеваемость выше 80%, просим вас заполнить application form, вы заполняете анкетку, фактически, где даете свои данные, и просим вас написать мотивационное письмо. после этого вы ждете информации от нас, через какое-то время мы с вами связываемся, и все замечательно, если говорим, что все замечательно, вы получили приглашение, приглашение формы 202, по которому можете делать визы, покупать билеты, и, соответственно, в сентябре начинается обучение, но конкретно для этого года, тут есть бонус, я уже говорил, повторюсь, мы также бесплатно еще организуем обучение с 15 июля для наших студентов, чтобы лучше была более сильная подготовка, вот, если я объяснил понятно, то дайте знать, если непонятно, то тоже дайте знать, я тогда проговорю еще раз или попробую по-другому. Расскажите о процедуре поступления на бухгалерат на английском языке. Здесь вам в первую очередь нужно определиться с ВУЗом, и дальше в зависимости от ВУЗа мы сообщим вам о том, какие экзамены необходимо сдать, если вы поступаете на английском языке. Также будет заполнение application form, также будет в зависимости от ВУЗа будет просьба написать, то есть здесь немножко сложнее, поскольку мы вас не видим, не знаем, вы сразу пойдете в ВУЗ, то есть вы не будете проходить предусскую подготовку, то здесь будет соответственно больше требований. Ну, если так общо говорить, не углубляться в конкретный ВУЗ, то мы будем, то, как правило, это будут профильные экзамены по ряду ВУЗов, это будут просьбы дать рекомендации, будем смотреть аттестат, и попросим написать мотивационное письмо. Это так, если общо. Если я свободно не говорю на английском, сложно ли будет изучать китайский? Нет, не сложно. Это не принципиально. Вам не нужен свободный английский, чтобы учить китайский, вам достаточно уровня интермедиа, то есть достаточно начальных знаний английского языка для изучения китайского языка. Ваш английский не нужен. Кстати говоря, тем, кто английский не знает, хочу сказать, мы недавно у нас был еще один тур по Китаю общались со студентами, которые там учатся, и студенты делились информацией, что они, все студенты, кто учили китайский, подтянул свой английский, общаясь с иностранцами, потому что во всех университетах большое количество иностранцев, и волей-неволей ты подтягиваешь китайский, а некоторые даже несколько языков выучили. Вот недавно студентка из Института бизнеса и экономики мы общались, она рассказала, что за 4 года обучения, она сейчас говорит на английском, китайском, она ехала без английского и без китайского, с нулевым китайским, и на корейском, на трех языках говорит. Вот, что было удивительно, она говорит, ну, когда хочешь общаться с иностранными студентами, с своими одногруппниками, то приходится учить и учиться быстро. Прививок никаких делать не дать. Вопрос по техническим моментам, визы, покупка билетов, откуда шлятся вылет и так далее. Ну, технические моменты на самом деле простые, билеты вы покупаете сами, мы сообщаем дату, в которую нужно прилететь, и в эту дату мы вас будем встречать. Даты, вернее, несколько дат. Вот, что касается оформления виз, мы вам можем помочь, сами можете подать или порекомендуем несколько партнерских служб, которые могут сделать. Мы не туристическая компания, мы не зарабатываем на этом, поэтому не занимаемся оформлением, но помочь, но можем помочь, подсказать, вы не останетесь там один на один с этим вопросом. и что касается вылетов, групп и так далее, пока, ну, рано об этом говорить, еще мы не определили даты прилета. Конечно, сообщим всем ребятам, студентам, родителям, кто вылетает на обучение там, к сентябрю или к 15 июлю, мы, я думаю, что в конце, в конце, в конце, в конце, ну, думаю, в мае информацию дадим. Есть ли гранты на предвузовскую подготовку? Грантов на предвузовскую подготовку, то есть на изучение китайского языка предметную подготовку, нет, но мы делаем какие-то конкурсы, мероприятия, например, вот сейчас у нас запущен, правда, регистрация уже закрыта до 5 февраля, всероссийский конкурс для 11-классников, там будут, ну, ребята, кто победит, они полностью бесплатно 5 лет будут учиться, в том числе и на предвузской подготовке. Но вот так вот, чтобы просто всем как-то раздавались гранты на предвузскую подготовку, конечно, нет. Этого нет по понятным причинам. После вноса средств ВУЗ может отказаться в обучении? Нет, ВУЗ отказать в обучении не может. Потому что мы есть ВУЗ, если мы даем официальное приглашение, а вы вносите средства, ну, не средства, а оплачиваете обучение фактически, да, после получения приглашения. Поэтому, нет, ВУЗ не может. Что касается использования банков, есть платежные системы, сейчас China Union Pay, есть несколько банков, например, Light Bank, который принимает платежные системы. Рекомендую обратиться в эти банки, так будет просто удобнее, не будет потерь на оплатах там, в Китае. Вот. Ну, сейчас, конечно, некоторые наши банки предлагают привилегированные разные пакеты, в которых бесплатное снятие наличных и так далее. Поэтому здесь нужно консультироваться с вашим банком. Но если у вас связки с банком нет никакой, то вот рекомендую набрать в интернете China Union Pay платежные системы, посмотреть, какие банки дают. Вот один банк, который точно могу сказать, Light Bank, и он дистанционно работает, можно карточку получить дистанционно. Если вы получили приглашение и внесли депозит, то все, вы уже, вы прошли большой путь, вы уже внесли депозит и уже забронировано место, поэтому нет, вернуть средства уже нельзя. В этом этот смысл депозита. Да, есть специальности гостиничное делать туризм среди тех вузов, с которыми мы сотрудничаем. На самом деле 34 вуза, они, друзья, по разным профилям, там можно найти практически любую специальность, поскольку это все ведущие университеты, они все работают с иностранцами и есть. Да, предводская подготовка может начаться с 15 июля бесплатно, отвечая на вопрос. да, может, она, мы сейчас досогласовываем условия, там, нюансы определяем, поэтому еще не транслировали для тех ребят, кто уже, кто заключил, кто получил приглашение, вот, я немножко, наверное, предвосхитил события и рассказал раньше, но, в общем-то, за слова наши ответим. Нет, эта подготовка будет в Китае, она будет не онлайн, но давайте, я не буду сейчас все детали раскрывать, во-первых, если честно, не смогу сейчас все детали раскрыть, потому что мои коллеги занимаются подготовкой этого там, этой программы, вот, но в ближайшее время, я думаю, что в феврале месяца мы вернемся ко всем, кто заключил договор. Кстати говоря, туда же мы будем принимать не только 11-ти классов, но и 10-ти классников, кто уже сейчас понимает, что ему интересно обучаться в Китае, и мы бесплатно также свозим на лето на обучение. Здесь есть вопрос относительно аттестата после получения аттестата к нам. Нет, вам не нужно после, вам нужно до получения аттестата к нам. Мы будем смотреть ваши оценки по итогам 10-го класса, справку об успеваемости. Поэтому 11-й класс, то есть можно не дожидаться получения аттестата в 11-й классе. Прививки здесь делать не нужно. Правильно я понимаю, что с 15-го июля лагеря без возврата на родину ребенок остается учиться предусть в сентябре. Да, понимаете, правильно. Будет нон-стоп. Но это не обязательно. То есть это бонусом мы это организовали для тех, кто хочет еще сильнее подготовиться. Это не обязательно программа. Мы не заставляем ехать. Это бесплатно. Вы можете ехать или не ехать. Но мы рекомендуем, будет здорово, если поедете. Еще больше времени будете изучать язык китайский и адаптироваться сможете быстрее. Вопрос в договоре с вашей ассоциацией. Есть ли условия перехода на грант? То есть какой вуз, сколько надо баллов набрать для гранта? Да, у нас есть рекомендованная успеваемость, которую по каждому вузу выделим. Вы ее можете получить. Она носит... На самом деле это на 99,9% как бы правда, но мы говорим рекомендованное, потому что может вдруг так случиться, если все студенты захотят в один-единственный вуз, и тогда просто вуз не сможет всех принять, даже несмотря на успеваемость. На самом деле эта ситуация как бы нереальная, вернее, вероятностью наступления 1% из миллиона, но тем не менее. В каком городе будет проходить лагерь? Сейчас обсуждаются два города, высока вероятность, что в Сиане, но я пока... Мы вернемся к вам в феврале месяце. Я уж пожалел, что сказал об этом бонусе приятном. Простите, друзья, пока просто не могу вам ответить, потому что мы сейчас обсуждаем с университетами, в каком городе лучше организовать это, чтобы это было удобно для всех. Эти 15 июля распространяется для тех, кто покупал Grand Doe изменения. У нас не просто название компании изменилось, у нас вообще трансформация произошла, мы стали частью объединения. Распространяется ли на тех, кто покупал... Ну вот для тех ребят, кто работал с нами как с ЕС-центром, мы... Вам, наверное, еще не выходили с предложением, у нас для вас есть... Да, для вас будет распространяться, отвечу сразу, да, будет распространяться. Там есть некоторые нюансы, они не страшны, не требуют никаких ни денег, ни каких-то других вещей, но есть некоторые нюансы, которые нам вам важно сообщить. Мы готовим сейчас для вас информацию, просто будет предложение, очень интересно, для тех ребят, кто в сентябре, в октябре, еще пока мы не стали объединением, а работали как агентство, которое отправляют в Китай, для вас будет отдельная информация. Не торопитесь, не беспокойтесь, мы вам все сообщим до конца февраля. Мы здесь никуда не уходим. К магистрам этот лагерь имеет отношение? Надо уточнить, в основном лагерь для бакалавриата не уверен, не уверен, надо будет уточнить. Если вам не сложно, через неделю свяжитесь с нами, мы ответим на этот вопрос. Если вы в 10 классе и ваша успеваемость ниже 80%, можете ли попасть в лагерь? Надо персонально с вами общаться. Как общий ответ нет, но надо смотреть, что у вас с оценками по предметам, какое направление подготовки вы хотите. Если по профильному направлению у вас успеваемость выше, то давайте посмотрим, пообщаемся с вами персонально. Отвечая на вопрос, можете ли вы попасть в лагерь, если вы в 10 классе, можете, если вы определились, что вы будете поступать в Китай, и если вы, соответственно, будете зачисляться на предвузскую подготовку через год, то есть на сентябрь 2018 года. Таким образом. Есть ли еще вопросы? Друзья, скажите, все ли вопросы раскрыл? Есть ли вопросы, которые не раскрыл? Интересно ли на что-то получить? Оправдались ли ожидания? Если не оправдались, то скажите, в какой части? Я попробую это исправить за 5-10 минут, которые у нас еще есть. Если исправить не получится, то к следующей встрече подготовимся лучше, чтобы ответить на все вопросы. Если я какой-то вопрос пропустил, то, пожалуйста, если не сложно, повторите его. Я отвечу. Вопрос. Можно по договору еще? Что вы гарантируете? На предвуз можно и самостоятельно оформиться. У меня друзья говорят, что сами поехали на А. Стоимость ваших услуг. У нас нет услуг. Давайте еще раз. Объединение вузов утвердило программу предвузской подготовки. Эта программа раскрывается на 34 вуза. Аналогов этой программы в принципе нет. невозможно просто поехать по-другому, потому что есть только мы. Возможно, есть представители наши, которые работают в каких-то городах, через которых можно поехать. Но если вы обращаетесь к нам, если вы даже к нам не обращаетесь, то на эту программу по-другому вы попасть не можете. если речь, что может быть? Может быть какая-то программа при вузе, но как правило 98% случаев, 99% это программа подготовки языкового года при конкретном вузе. И это совершенно другая история. Теперь по поводу того, что мы гарантируем. Мы обучение, мы даем вам обучение по сути, то есть и поступление в вузы. То есть, ну вот, попробую еще раз объяснить. Есть система, при которой получая, проходя специальную подготовку предвузовскую, вам открывается дорога в 34 вуза. То есть, вы можете поступить в 34 вуза. Это первое. Второе. Вы получите профессиональную программу подготовки, а не только языковой год. И именно поэтому результаты этой программы могут быть приняты, сдавая внутренние экзамены на предвузе. Вы можете быть приняты в 11-34 вузах. Третье. Вам становится доступна специальная программа грантов China Campus. И об этом это 14 вузов грантов. И в зависимости от успеваемости вы можете поступить на программу грантов, на ту или иную программу грантов в тот или иной вуз. Вот. Да, еще раз. Нам ничего платить не надо. После получения депозита, ой, после получения приглашения вы вносите депозит за обучение. Мы денег за услуги не берем. Не обидели вопросом, просто проговариваю, чтобы точно быть уверенным. Если я заканчиваю среднее профессиональное образование, мне 18, могу ли я так же, как и все, участвовать? Давайте посмотрим, что у вас за образовательное учреждение. Ну, скорее, дача мне. Оставляйте заявку, наши консультанты проконсультируют. так и не поняла, языковой год и предвузская подготовка. Так, я вам сейчас покажу экран и быстро попробую две секунды. Поделюсь сейчас экраном. вот специальный слайдик такой. Так, экран видно, да? Чем отличается языковой год от предвузской подготовки? Первое, вы учите не только бытовой китайский, вы учите академический китайский, вы учите предметный китайский. Второе, эта программа специально. До того, как она была выпущена, несколько месяцев, наши коллеги, помимо того, собран накопленный опыт всеми вузами преподавания китайского языка, была просмотрена программа российская 11 класса, и в связке с этой программой была подготовлена программа предвузка подготовки. То есть, еще раз, больше времени изучаете язык, там есть академический язык, есть предметный китайский и, естественно, бытовой китайский. То есть, 1080 часов это намного больше, чем любая программа языкового года. Второе, вам становятся доступны 34 вуза объединения, вы можете поступить без специальных дополнительных экзаменов. Третье, 14 вузов, из них грантовые, вы участвуете в программе грантов, есть понимание по уровням успеваемости, которые предполагают получение грантов. Четвертое, вы это уже как дополнение идет, включается программа предусмотрена культурная адаптация, вы включены в специальный клуб CCN выпускников China Campus и по ходу вашего обучения мы с вами на самом деле будем на протяжении пяти лет. Наша миссия, наша цель, чтобы вы были трудоустроены. Ну вот я надеюсь, что ответил на вопрос сейчас вернусь к вам вернусь к вам сейчас и продолжу. Так, ого, вопрос. Так, про стипендии расскажите, пожалуйста. Если я не говорю про стипендии, потому что программа грантов, которая включает обучение, проживание и стипендии для ребят с очень высокой успеваемостью, если ваша успеваемость будет выше девяносто пяти процентов, подтверждая ее, ежегодно вы можете претендовать на стипендии, но у некоторых вузов девяносто процентов. Плюс особые достижения уже в УЗИ, обучаясь в УЗИ, вы можете получать стипендии, но как бы стипендии дают выдающимся ребятам, поэтому можно ли получить, есть ли студенты, которые получают стипендии, да, конечно, есть, но это не массовая история. Можно ли поступить после девятого класса, если да, то когда подавать заявление? Ну, университеты после девятого класса можно поступить, но только в школу. сейчас совместно с университетом, с университетом, с школой, есть, значит, в Китае есть одна школа, которая специализируется на иностранцах, это очень продвинутая школа, мы сейчас готовим программу предвузской подготовки на базе школы, есть особенность, после девятого класса вы обязаны закончить университет, ой, школу, десятый, одиннадцатый класс, чтобы поступить в университет, поэтому, то есть, нельзя просто, например, выучить язык и подготовиться предметно, частно или где-то, и потом поступить в университет, необходимо пройти и предметы, программу, которая предполагается 10-11 класс, то есть, аттестат получить, поэтому поступление отвечают, да, возможно, информация об этом будет в марте, оставьте заявку с пометкой, что вы девятый класс, мы свяжемся, и информацию эту вам дадим, то есть, можно будет закончить школу китайскую, это школа для иностранцев специальная, и также, это будет наша программа, также объединение, просто, пока набор на нее не открыт еще, он будет открыт в марте месяце, и после окончания этой школы, вы будете два года как бы учить и язык, и правильный предмет проходить, такая будет постепенная адаптация, вы на тех же условиях, о которых я говорил, будут действовать те же условия, поступите в один из 34 вузов. Общаетесь ли с вузами Тайваня, Хайнань и Гуанчжоу? На юге Китая, да, есть вузы, в Гуанчжоу есть вузы, я сейчас не припомню название, но да, из среди 34 там есть вузы Гуанчжоу, в Тайване нет. После лагеря необходимо будет вернуться обратно в страну, где я проживаю, или уже остаться в Китае. Остаться в Китае. То есть вы работаете, как бенивузов, видим по гранд-программе от правительства КНР. Да, те, кто заключал договор с ЕС-центром, могут поехать только на языковой год, или как? Те, кто заключал договор на ЕС-центр, сейчас могут поехать только на языковой год, но мы сейчас для вас специально готовим, но на самом деле не готовим, это будет та же программа, мы просто согласовываем переход, наверное, как он должен выглядеть, потому что вам необходимо прислать новое приглашение, мы сейчас его готовим, не стали вас беспокоить, и, как я сказал, до конца февраля, обещаю вам, до конца февраля, можете потом ссылаться на меня, дадим вам информацию об этом, и вы сможете воспользоваться программой при доступе к подготовке. Если возникает вопрос, нужно ли будет что-то платить, нет, ничего платить не нужно будет, доплачивать, и более того скажу, что для тех ребят, кто в прошлом оплачивал там услуги, не нужно будет, мы сделаем специальный курс, компенсировав затраты, которые понесли, то есть до этого понесли на услуги. Можно ли пойти учиться на магистратуру после бакалавриата российского вуза? Да, конечно, можно. Какие экзамены мы сдаем после языкового года, только китайский, там и после, на предвузской подготовке, на самом деле вы, это как обучение, то есть вы сдаете не только китайский, вы сдаете по ходу дела, и вы изучаете предметы, и в том числе проходят такие же сессии, и вы сдаете не только там устные, письменные, китайские, но и ряд предметов. Уважаемые студенты и родители, кто подавал через ЕС-центр, все, что я рассказываю, все будет для вас работать. Пожалуйста, дождитесь конца февраля. Куда идти после 11 класса, на языковой год, или предвузскую подготовку, можно выбрать. Ну, выбрать, просто нет смысла выбирать, выбрать можно, но я полагаю, что тут выбор достаточно прост, предвузская подготовка имеет очевидные преимущества. Стандартная медстраховка покрывает очень мало, на самом деле. Ну, в общем-то, как и в любой стране, то есть, вот если взять Россию, покрывает в России стандартная медстраховка, то есть, обязательная страховка, да, критические заболевания, да, вот, какие-то острые вопросы, то есть, если, например, вы хотите полечить зубы, у вас болит зубы или кариес, потому что, да, она не покроет. Вот, а если у вас заболел острый, там, живот, то медицинская страховка, обязательно страховку покроет. Ну, на самом деле, не стоит рассчитывать на обязательную страховку, то есть, есть страховка, которую вы можете сделать добровольную, добровольная, да, страховка компания, она будет покрывать широкий перечень болезней, вот, а обязательная страховка предлагает минимальный уровень. Я сейчас не хочу, честно говоря, врать, я не помню, но знаю точно, что это, вот, острые хронические вещи. Подготовка с 15 июля, это для тех, кто поедет на предвуз в сентябре, для 11 классов и для тех, кто поедет на предвуз в сентябре через год для 10 классов. Так и не было. Едем платно учиться за год, на год за полные деньги, потом есть возможность получить грант. А гарантии? Гарантии чего? Гарантии получения гранта? Ну, представим ситуацию. Вы приехали и не учитесь, и не ходите на занятия, там, или, или учитесь плохо. Допустима такая ситуация? Допустима. Могу ли я дать гарантии, что вы будете учиться? Нет, таких гарантий я дать, естественно, не могу. Вот. А что я могу, какие гарантии я могу дать? Я могу рассказать вам о том, и дать информацию о том, что, какие возможности у вас будут после обучения на программе. Возможностей будет очень много. Поверьте, вот, заканчивая предыдущую подготовку, если ваша успеваемость будет выше 80%, то вы гарантированно получите грант в одном из вузов, которые представлены. Частичный или полный, но получите. Естественно, я читаю вопросы, вопросы про гарантии получения гранта. Какие, назовите гарантии. Ну, я про гранты уже сказал. Если у вас нет информации про, если, я сейчас обращаюсь к тем ребятам, кто уже получил приглашение или подает на приглашение, если у вас нет информации по вузам и по грантовым программам, давайте мы просто вам ее вышли. Как это сделать? Два варианта есть. Первый, вы свяжетесь с специалистом, который вас консультировал, с консультантом нашим, вот, и она вам отправит. Второй вариант. Вы, если вдруг вы не консультировались, и это вопрос пока первый, то оставите заявку вместе с описанием программы, и вам вышли также описания грантовых программ. Там будут расписаны вузы, там будут расписаны проценты рекомендованной успеваемости, там будет информация по грантам, где есть лимит, где нет лимитов. Что делать тем, кто уже едет на языковой год, и возможности, желания перейти на предыдущий, которые уже нет. Но непонятно, почему нет желания. если мы вам сделаем специальное предложение, то давайте обсудим это отдельно за рамками вебинара. Да, конечно, вопрос питания, перелет оплачивайте сами. Конечно, оплачивайте сами. Друзья, знаете, вот можно я так скажу, вот на самом деле Китай сейчас дает потрясающие возможности. Он выделяет ресурсы, выделяет деньги. Вы видели там вузы, ведущие вузы, которые лидируют там в разных отраслевых рейтингах, дают возможность учиться. Я думаю, что вот этих возможностей не было много лет назад. И вот то, что есть сейчас, на мой взгляд, это просто подарок, потому что нет в принципе другой заграницы, да еще и с такими перспективами, которые есть, да, и преимуществами, которые дают обучение в Китае, которые предлагают такие программы. Ну, конечно, программы не предполагают оплаты там перелетов или там питания. Эти оплаты возможны для тех, кто выигрывает всероссийские конкурсы, кто выигрывает всероссийские там олимпиады, кто в вот, наверное, для выдающихся ребят. если у вас вот такой комментарий, да, по поводу оплаты. как попасть в лагерь 10-му классу, повторите, пожалуйста. оставьте заявку у нас на сайте, вот, и с вами свяжется наш консультант и проговорит процедуру, на самом деле процедура такая же. Вы ставите заявку, заполняйте заполняйте аппликейшен форм, мы на вас вышлем также приглашение и после этого вы сможете поехать. Но у вас будет обязательно, то есть, чтобы воспользоваться этим, у вас будет обязательно, вам необходимо будет, соответственно, на предвузскую подготовку на 2018 год у вас должно понимание, что вы точно будете учиться. То есть, если вы воспринимаете это как путевку, летом бесплатное обучение и проживание, то так это работать не будет, это будет работать только если вы намерены учиться и подтверждаете это, например, скорее всего, мы предложим за 2018 год нести депозит за обучение. Это будет работать таким образом. Что касается программ предвузской подготовки, дело в том, что программа она едина, но она есть на базе разных вузов. Вот сейчас те, кто с нашей организацией знаком, знают, что две программы открыты в Шанхае и в Дзен-Су, вот, мы рассчитываем запустить на базе еще некоторых вузов, но на самом деле не принципиально, где вы заканчиваете, не принципиально с точки зрения того, то есть у вас нет привязки к вузу конкретному, то есть заканчивая эту программу, вы можете поступать и будете поступать в любой вуз объединения, то есть привязки к этому нет, вот, просто для кого-то, то есть здесь уже вы выбираете скорее, наверное, город, там, дороже, дешевле, и там, теплее, холоднее, вот, то есть вот в этом, наверное, выбор есть. Стоимость предвузской подготовки зависит от вуза и какова ее средняя стоимость. Стоимость предвузской подготовки в регионе сейчас 29 тысяч и они, это 290 тысяч рублей обучения плюс проживание и стоимость предвузской подготовки в Шанхае сейчас это, я говорю про обучение и проживание сразу, это 47 тысяч юаней, это, например, 470 тысяч рублей, то есть это Шанхай и регионы, соответственно, 290 тысяч рублей. Вот, для тех ребят, кто в сентябре, в октябре заключал договора с компанией ЕС-Центр, мы предложим, мы сделаем специальные условия, защищем депозит, который вносили, время депозит, защищем ту сумму, которую я плачу. Если в контракте СССР пункт об успеваемости грантах, можете пояснить вопрос, что вы имеете в виду, гарантируем ли мы, что ваш ребенок или вы получите грант? Да нет, друзья, это невозможно гарантировать. То есть вы просите, то есть если я гарантирую, то это значит, что вы можете ничего не делать и получить грант, но это невозможно. Понятно, что нужно учиться. Я гарантирую, что будет распределено 537 грантов. Вот это я могу гарантировать. Дает ли ВУЗ право на подработку? Ну, на самом деле в Китае работать запрещено. Тем не менее, ну, понятно, что там, если откровенным быть, что многие ребята там подрабатывают кто-то переводами, кто-то промоутерством и кто-то помощью в изучении английского языка. Для тех, кто хорошо китайский знает, на второй, на третий год там русскому языку учат. Но, что касается стажировок, да, на второй, на третий год. Но по некоторым университетам, некоторые университеты сами организовывают даже, на самом деле, связь с работодателями и дают такую возможность. Например, мы недавно общались с бюджетом бизнеса и экономики, они даже стимулируют студентов на то, чтобы с этими вузами сотрудничает ряд компаний, и они стимулируют студентов в том, чтобы стажироваться и пробовать уже там на втором и третьем курсе, и не только стажироваться, но и работать. Иногда это действительно оплачивается или в виде премии выдается в университетах. Есть ли различия в цене между языковым годом и предвузской подготовкой? 29 тысяч за предвуз, смотрел на сайтах ваших вузов, официальных видел 12-15 тысяч. Ну, во-первых, то, что вы видели, скорее всего, это языковой год, во-вторых, вы не считали, наверное, проживание, в-третьих, да, есть разница между языковым годом и предвузской подготовкой. И большая, огромная разница. То, что вы можете, у вас есть разные возможности. То есть, возможность первая, вы можете поступить на языковой год при вузе. И это не то же самое, что поступить на предвузскую подготовку объединения вузов. Поступая на языковой год при вузе, вы, соответственно, поступаете на языковой год и потом поступаете только в этот вуз. У вас, вам не доступны программы, ну, во-первых, у вас не будет предметной подготовки, академической подготовки. У вас будет программа конкретного вуза. Вы не сможете поступить без дополнительных экзаменов в вузы объединения. и вам не будет доступна программа распределения грантов в CCN China Campus для объединения. Понятно ли, я ответил. Можете ли поступить? Да, можете. Просто, скажем так, объединение не случайно сделает эту программу и, на мой взгляд, просто преимущества, которые дает эта программа, они, ну, настолько колоссальны, что даже сравнивать там с языковым годом достаточно сложно. И не только, я говорю, об обучении непосредственно, там, в период подготовки, но я говорю и дальнейших возможностей, которые открываются. Если с целью сэкономить, ну, вы сэкономите, там, 5 тысяч иваней, 50 тысяч рублей, но при этом очень сильно себя ограничите и дальше будете ограничены программой, если еще этот ВУЗ предполагает, там, свою собственную программу грантов, потому что сейчас большинство, существенная часть бюджетов ВУЗов объединения перенесли эти бюджеты на программу для студентов в China Campus, да, то есть для студентов закончили КГУ-скурпинг. Чем отличается программа предвузов в Шанхай и Дзянсу? С точки зрения процесса обучения, с точки зрения подготовки, ничем. Отличается только стоимостью жизни, потому что проживание стоимостью жизни и вот это главное отличие. то есть с точки зрения обучения не будет отличаться, просто понятно, что зарплаты учителя живут там в другом городе, зарплаты их дороже, и вы живете там в другом городе, то есть Шанхай просто сам себе дороже. Так, господа, ну, надеюсь, вам не наскучил. Будем закругляться. Так, я так понимаю, больше вопросов нет. Ну, давайте подведем короткое резюме. Для тех, кто вопросы не получил или были персональные, я сказал, мы вам сообщим попозже или позвоните. Не думайте, это не способ там не отвечать на вопросы, просто ваши вопросы, скорее всего, тянут за собой встречные вопросы вам. У нас формат, к сожалению, монолога, а не диалога, поэтому у меня нет возможности там задать вам встречные вопросы. У нас есть бесплатный федеральный номер 8800, можете оставить заявку на консультацию, с вами свяжемся, проконсультируем и ответим на вопросы. Вот, сейчас я вам выведу на экран наши контакты на случай, если их нет. Две секунды. так, это номера телефонов офис в Москве наш и наши ресурсы лендинга. Можете писать вконтакте, можете писать на любом ресурсе, можете оставлять заявку на чайнокампус.ру, можете, ну вот, в общем-то, все, вконтакте можно перейти по ссылке на лендинги наши, где можно, на другие сайты наши, где можно также оставить заявку, ну или просто можете позвонить 8800, вам обязательно перезвонят, если вдруг оператор будет занят, поэтому, пожалуйста, звоните или ответите сразу. Да, значит, для тех, кто работал с ЕС-центром, друзья, не беспокойтесь, мы с вами свяжемся и сообщим о возможностях, для вас будет действительно, действительно специальная программа, я думаю, что вы будете удивлены, потому что мы очень постарались, мы думали о вас и реально держим в голове, что вы у нас есть, поэтому я думаю, что в течение двух недель мы начнем с вами связываться и до конца марта с каждым персонально свяжется консультант, у нас все ваши контакты есть, поэтому не беспокойтесь. Для 11-го класса тех, кто уже получил приглашение, уже выбрал направление «Едет», по летнему лагерю также до конца февраля информацию дадим. По 9-му классу дадим информацию до конца марта, оставляйте информацию о себе, мы зафиксируем, вот, у вас время еще позволяет, там, можно никуда не торопиться, вот, и для десятиклассников вот открывается такая тоже возможность, если вы определили, что хотите учиться в Китае, видите для себя возможности в этом, то мы вас также можем зачислять на программу через год и дать возможность в этом году попрактиковаться. Я видел, пришел еще один вопрос, отвечаю на последний вопрос, и буду с вами прощаться, надеюсь, что вы не сильно устали. Да, сейчас задача выбрать направление, не обязательно сейчас определяться со специальностью детально, точно, не обязательно, более того, ну, сейчас вам это, пока вы будете год там, по ходу подготовки еще будет карьерная консультация, вы будете узнавать на самом деле про ВОЗы, мы вам будем там на месте уже силами сотрудников там, в Китае, будем давать вам информацию, поэтому вы лучше поймете, уже будете общаться с коллегами, с тем, кто там учится, и больше для себя поймете, вам будет, и у вас будет еще один год осмыслить специальность, поэтому, ну, торопиться не нужно, да и, в общем-то, вас, к этому вас ничто не обязывает, вот поэтому, но направление нужно выбрать, да, обязательно. с точки зрения консультации, да, поможем, подскажем. Можно ли подрабатывать с студентом? Отвечал уже на вопрос с студентом, официально нельзя, но, конечно, если честно, ребята подрабатывают. Так, друзья, ну что, чтобы я уже не повторялся по третьему кругу, спасибо, надеюсь, мы сегодня поговорили, почему стоит обучаться в Китае, немножко поговорили про вузы и объединения, чтобы было понимание, что это за вузы, да, это все вузы, там, лидеры отраслевых рейтингов, ответили на вопрос, можно ли поступить в университет без знания китайского языка, можно, есть специальные программы, например, программа предвузской подготовки, да, для тех, кто знает китайский, соответственно, только предметной подготовки, там, есть трехмесячный курс, оставляйте информацию о себе, мы с вами свяжемся и детально расскажем, вот, поговорили о стоимости обучения и проживания в Китае, и поговорили о грантовых программах, они тоже есть, и объединение выделило 537 грантов, так что возможностей много, вот, вам спасибо большое, надеюсь, вебинар был хоть чуточку полезен и как-то дополнил какие-то пазлы, дал еще информацию на подумать, на принятие решения, вот, ну, Китай ждет, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok